Более 140 школьников отравились в Алтайском крае. Сюжет с таким названием выдал накануне один из телеканалов. Несмотря на то, что официальный комментарий о том, что сказанное фейк, уже был доступен. Итог. Новость оказалась в десятках федеральных средствах массовой информации. Разбираться в ситуации в регион первым авиарейсом прибыла замминистра посвящения России Екатерина Толстикова. И вывод комиссии однозначен. Сообщение об отравлении фейковое. В реальности несколько детей пропустили занятия из-за традиционной для весны-осени ротовирусной инфекции. А 140 якобы отравившихся – это все ученики, которые не пришли в школу по разным причинам. Отравившихся или заболевших в связи с употреблением пищи в школьной столовой нет вообще. Ситуация, связанная с распространением ротовирусной инфекции, то и в связи с сезонным повышением ОРВИ. Если мы даже сравним период, например, этого года и этот же период прошлого года, мы даже видим, что у нас большее количество ребят заболело в прошлом году. Слух появился в родительском чате, а уже оттуда попал в средства массовой информации. Сегодня Екатерина Толстикова и министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко провели с родителями онлайн-встречу по факту инцидента. И, как оказалось, сами родители крайне недовольны и удивлены получившимся резонансом. Добавим, региональный Минобор держит ситуацию на контроле и будет поддерживать связь с семьями заболевших детей. Жителям же Алтайского края единственный совет – пользуйтесь проверенными источниками информации. Все официальные комментарии в связи с происходящими в Алтайском крае инцидентами доступны на сайтах профильных ведомств, а также на сайте телеканала katun24.ru. Константин Ганов, Роман Хайрулин. Новости. Константин Ганов, Роман Хайрулин. Новости. Продолжение следует...